Я хотел бы пояснить, что после привлечения к уголовной ответственности исполнителя убийства мэра Нефтьюганского Владимира Петухова и покушения на убийство предпринимателя Евгения Рыбина еще в 1998 году, проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий не прекращалось, поскольку была необходимость в изобличении всех соучастников и прежде всего организатора этих преступлений. В итоге были получены доказательства, подтверждающие причастность к этим преступлениям Михаила Ходорковского, без команды которого, как известно, в ЮКОСе не принималось ни одно важное решение. И вот по данным следствия именно Ходорковский поручил своим подчиненным Невзину, Пичугину, а также другим лицам убийство Петухова и Рыбина, чья служебная деятельность противоречила интересам ЮКОСа. Причем для следствия совершенно очевидно, что эти преступления совершались с корыстными мотивами. Но в частности, организовать убийство Петухова было решено в связи с тем, что он, как мэр Нефтьюганска, потребовал от нефтяной компании вернуть скрытые от государства налоги. Ну а покушение на предпринимателя Рыбина было связано с его исками к ЮКОСу по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой компании. Так вот, с учетом новых доказательств, следствием вынесено постановление о привлечении Михаила Ходорковского в качестве обвиняемого в организации убийства и покушения на убийство. В связи с тем, что Ходорковский не явился в Следственный комитет, в ближайшее время он будет и объявлен в розыск. Я могу заверить, что принцип неотвратимости наказания, которым всегда руководствуется в своей деятельности Следственный комитет, сработает и в данном случае. Продолжение следует...